Привет! Продолжая вопрос бюджета, я хочу сегодня поделиться с вами списком приложений, за которые мы платим регулярно. То есть это, с одной стороны, наверное, можно рассматривать как некоторую рекомендацию, потому что если уж мы этим приложением пользуемся и даже готовы платить деньги, чтобы продолжать им пользоваться, то, наверное, оно нам нравится. А с другой стороны, это, наверное, к сожалению, не рекламное видео, ни один из этих сервисов мне ничего не предлагал, и, в общем, я это делаю чисто, чтобы с вами поделиться, и потому что я недавно занималась тем, чтобы как-то причесать наш бюджет, в общем, мы записывали всякие расходы неформатные в нашу систему, и легко было как раз посмотреть и понять, на что же мы в том числе тратим деньги. С одной стороны, я хочу сказать, что я не сторонник того, чтобы что-то где-то типа как-то там на халяву скачивать. Я все-таки предпочитаю платить за то, за что просят деньги. То есть если сервис мне нужен, нравится, я буду платить. Если он мне не нужен, я не буду платить, но варианты типа какого-то пиратства я уже очень давно не рассматриваю. Я не скажу, что, о, нет, я такая белая и пушистая, этого никогда не делала. Конечно, в студенческие годы что-то такое я делала, но уже очень давно, с тех пор, как доход стал стабильным, и с тех пор, как я сама начала какие-то вещи продуцировать как автор, я, в общем, с большим уважением отношусь к тому, что, наверное, работа все-таки, а эта работа по созданию каких-то таких сервисов, она должна оплачиваться. Когда я писала сценарий для этого видео и продумывала, как бы оно могло называться, у меня была такая идея называть его «Деньги за воздух», может, я так и сделаю, потому что это не то, что ты материальное такое получаешь. Я, например, знаю, что есть всякие сервисы, не знаю, по доставке косметики ежемесячной, по доставке носков, можно подписаться на доставку горячих сырников к субботнему завтраку. Но тут ты как бы что-то получаешь такое, что можно съесть или надеть, или на себя намазать. А вот эти сервисы, тут есть такая подстава еще, что ты можешь продолжать какое-то время платить, но там сервисы можно перестать пользоваться, забыть отписаться. В общем, за такими вещами тоже надо следить. То есть, если тебе привозят блинчики по субботам, а тебе они уже надоели, ты не забудешь от них отписаться. А вот всякие цифровые такие штуки, они могут очень долго списываться. И периодически, да, надо пересматривать и проверять, актуально еще для вас это приложение или что-то, облако, в общем, чем вы пользуетесь или нет. Ладно, давайте все-таки я перейду к списку. Я пересчитала многие подписки, которые мы, допустим, платим за год сразу. Я все равно пересчитала, сколько мы платим за месяц, просто чтобы была какая-то единая система, единый формат. Примерно 4,5 евро мы платим за облако для умного дома. Мы используем Home Assistant систему. И само облако, оно для нас не обязательно. То есть, это не прям вот какая-то стопроцентная такая штука, без которой у нас ничего работать не будет. Но мы платим скорее для того, чтобы поддержать разработчиков, ну, чтобы какие-то деньги переводить именно, ну, вот, по, так сказать, велению души. Да, потому что мы считаем, что это классная вещь, классная система. И будет жалко, если она загнется. Поэтому, в общем, это как скорее какое-то добровольное пожертвование, чем прям острая для нас необходимость за это платить и этим пользоваться. Photoshop и Lightroom, это как раз относится вот к тем вещам, которые ты какое-то время очень активно используешь, а потом используешь реже, а потом, может быть, совсем не используешь. Я, честно говоря, сейчас понимаю, что за последний, наверное, ну, за последний месяц точно я не пользовалась ни тем, ни другим. Но у нас есть годовая подписка, и мы будем ее платить, пока год не кончится точно. И, скорее всего, все равно дальше тоже будем платить, потому что, хоть я и уже не так часто снимаю, в смысле фотографии не так часто делаю, тем не менее, периодически надо что-нибудь такое делать. И, в общем, мы платим за Photoshop и за Lightroom, единый, как-то он называется, пакет для фотографов, как-то так, по-моему. Андрей пользуется программой Audible. Это подписка на аудиокниги, и фактически это не является доступом, как бы, там, ко всем аудиокнигам. Ты раз в месяц можешь скачивать одну аудиокнижку за 15,70. Это стоимость подписки. То есть, если ты при этом захочешь просто покупать эти аудиокнижки, то средняя аудиокнижка стоит дороже. То есть, в принципе, если тебе постоянно нужны аудиокнижки, то выгоднее сделать эту подписку и пользоваться ей. Сейчас мы подумываем о том, чтобы отменить эту подписку, потому что сейчас ритм жизни изменился, сценарии у нас поменялись. И если раньше Андрей в основном слушал эти книжки, пока ездил на работу на велосипеде, сейчас он на работу не ездит. То есть, у него, с одной стороны, как бы высвободилось два часа свободного времени в сутки, с другой стороны, у него пропала возможность, собственно, эти аудиокнижки слушать. Еще у нас есть подписка Python Anywhere, которая составляет 5,55. Там у нас всякие штуки вроде нашего, крутится вроде нашего семейного бюджета. Или, например, когда надо было какой-то Telegram Boot делать, кажется, мы тоже там это делали. Ну, вернее, мы, это Андрей, потому что я, нет, я на Python не программирую. 9,99 в месяц мы платим за Netflix и тоже будем продолжать платить. То есть, это то, чем мы реально пользуемся. Evernote сейчас, в данный момент, у нас уходит 5 евро в месяц. И эти 5 евро в месяц мы подумываем сэкономить, наверное, потому что мы почти все уже перенесли из Evernote в Notion. Вполне возможно, Notion через некоторое время тоже станет платным, потому что там тот же Evernote какое-то время, мне кажется, был совсем бесплатным. Потом как-то постепенно они стали закручивать гайки. Но, тем не менее, лично мне сейчас Notion действительно удобнее, чем Evernote. И мы переезжаем не потому что, типа, Notion бесплатный Evernote за 5 евро в месяц, а просто потому что удобней. Следующая строчка — это Flickr. Мы платим за Flickr 4,5 евро. Это сервис хранения фотографий. У нас годовая там подписка, и если ты за месяц хочешь платить, то будет, мне кажется, сильно дороже. В общем, мы осознанно сделали этот выбор. Мы очень долго выбирали, где хранить фотографии. В итоге у нас такая немножко сложная система, но вот на Flickr в том числе у нас лежат фотографии, и за это мы платим. iCloud — это, собственно, облако от Apple, где хранятся бэкапы телефонов, где хранятся фотографии, которые лежат на телефонах, какие-то там данные с приложений. У нас сейчас в одном аккаунте Apple 4 человека. Мы уже старшего ребенка отселили на отдельный аккаунт, потому что у него там свои приложения, свои интересы. Мы не хотим все это путать. У нас, соответственно, с мужем мы пользуемся одним аккаунтом, и к нему еще привязаны два детских, младше детских. И iCloud у нас стоит 3 евро на четверых в месяц. У старшего ребенка он не превышает лимит бесплатного iCloud, и, соответственно, за еще один iCloud мы ничего не платим. Todoist — прекрасная программа, тоже уже столько раз ее хвалила. И несмотря на то, что вот сейчас и курс мы делаем по Notion, кстати, 5-минутка рекламы, у нас, видимо, все-таки будет еще второй поток нашего курса по планированию в программе Notion. То есть там упор, как мне кажется, скорее идет на просто планирование, как все организовать, но делаем мы это на основе программы Notion. Так вот, Todoist — это та вещь, которую я программой Notion в полной мере не могу заменить. То есть я все равно постоянно возвращаюсь к Todoist, и за Todoist мы платим 3 евро в месяц. SQL — это детское приложение от, наверное, голландской школы. Я не уверена, что прямо непосредственно школа это разрабатывает. Я думаю, что это по заказу школы разрабатывает. В общем, это приложение, в котором дети могут заниматься по государственной программе вот этой, ну или очень близкой к ней. И наши дети активно занимаются в этой SQL, это все на голландском. Стоит она 10 евро за двоих. В принципе, там есть всякие скидки, есть какие-то разные тарифы, есть опция отправить скидку другую. И в самой школе нам какие-то все время дают такие флайеры с этими скидками. Ну, в общем, короче, со всеми скидками у нас получается за двоих детей 10 евро в месяц. Excel — прекрасное приложение, которое мы тоже активно используем для образования детей. Оно на английском, мы там в основном занимаемся математикой. Я, честно говоря, не успеваю менять настройки фотоаппарата. Я то в темноту хожу, то в пересвет. Это кошмар. А Excel для нас стоит 9,50 за двоих детей тоже там со всякими скидками. Отдельно мы донатим Википедии 2 евро в месяц. И фонду Адвита мы... Там какая-то сумма в рублях, но я перевела, и это примерно 3 евро 27 центов. За что мы не платим? Мы не платим за музыку. У нас нет подписки ни на один музыкальный сервис какой-то. В Тесле у нас есть Spotify, но он бесплатный для владельца Теслы. При этом надо платить 10 евро... Или типа 9,99, я не помню, в месяц, чтобы у тебя был интернет в Тесле. Без этого не работает. Первый год после покупки интернет бесплатный, потом надо доплачивать. Но, соответственно, мы доплачиваем. И когда мы ездим куда-то, мы слушаем музыку и испытываем от этого некоторое удовольствие. Когда мы дома, из колонок у нас никакая музыка не звучит. Но при этом это не то, что мы прям такие дианцы никакой музыки. У нас дома 4 гитары, еще какие-то там дудочки свирели, флейты. И, в общем, музыка у нас вполне себе дома звучит, просто не из колонок. И дальше мы не платим за Яндекс.Диск. Мы активно им пользуемся, но так получилось, что и Андрей, и я мы в какое-то время работали в Яндексе. И к аккаунтам сотрудников там бесплатно прилагалось какое-то немаленькое количество гигабайт, которые за тобой закрепляются. Их не надо потом дальше оплачивать, даже после увольнения. И, в общем, у нас до сих пор этот объем не окончился. И мы им активно пользуемся, но нам это ничего не стоит. Еще я, естественно, не могу не упомянуть одно из любимых моих приложений – Дуолинга. Дуолинга – это приложение для изучения языков, и я на нем учу, чего только не учу. В основном я, конечно, голландский учу, но между делом я еще и украинский там учу. И учу, например, английский с русского, русский с английского, голландский с английского, украинский с английского и что-то еще. По-моему, я еще пробовала английский с украинского. Вот так вот. И это то приложение, которым я пользуюсь каждый день, но я не плачу за него. При этом в Дуолинга есть опция что-то типа порекомендовать это приложение другу. И если твой друг регистрируется по твоей ссылке, то тебе какое-то количество, по-моему, дают неделю премиум подписки. И я несколько раз давала ссылку на Дуолинга здесь, на Ютюбе, и у меня периодически приходят мне эти бесплатные недели. То есть кто-то по моей ссылке подписывается, я получаю премиум доступ. Но премиум доступ, там просто нет рекламы. То есть ничего такого там сверх. Ну, там какие-то еще, какое-то тестирование, по-моему, есть. Но оно, честно говоря, не то чтобы сильно помогает. А просто заниматься можно бесплатно, без всяких проблем. Я очень долго занималась, мне кажется. Ну, точно больше полугода я занималась без всяких премиум, которые мне сейчас иногда прилетают. Пока я не сошла с ума с этим освещением и настройками фотоаппарата, давайте быстренько подведем итог. Итого, постоянных платежей за вот эти всякие электронные подписки за приложение у нас на 86 евро 53 цента в месяц. Не знаю, вам решать много это или мало. Но для нас это, ну, адекватно, раз мы так платим, значит, нас все устраивает. Мы так платим уже довольно давно. Рассказывайте, за что вы платите, за что вы никогда не будете платить и не хотите платить. Пишите прям свою сумму в комментариях, давайте сравнимся. На этом все. Я надеюсь, вам было интересно. Ссылки на всякие приложения и сервисы я оставлю внизу. Если вам надо, то, соответственно, переходите и начинайте учить языки тоже с Дуалинга. И, к сожалению, у Дуалинга мне ничего не платят. Мне кажется, я уже столько людей на него, ну, если не подсадила, то, по крайней мере, проинформировала. В общем, ладно, все. Всем пока.